Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В партиях выдающихся шахматистов мотив спёртого мата обычно носит второстепенный характер, но в поединках особо выдающихся комбинационных игроков может случиться иначе. Сегодня мы с вами рассмотрим очень острую партию восьмого чемпиона мира Михаила Таля, которую он сыграл в рамках межзонального турнира, проходившего в Билле в 1976 году. Соперником Михаила Таля был известный венгерский игросмейстер того времени Лаэш Портиш. Этот поединок был решен в результате короткой, но очень яркой тактической стычки в миттельшпиле, главной темой которой явился мотив спёртого мата. Итак, е4, пошел Михаил Таль, е5 в ответ, конь f3, конь c6, слон b5. Испанская партия. И в наши дни, и в то время сильнейшие шахматисты мира неоднократно прибегали к этому солидному началу. А6 пошел Портиш, слон а4, конь f6, 2,0 и слон е7. Ладья е1, b5, слон b3, d6, c3, 2,0. В этом положении очень часто белые играют h3. Возникает известнейшая позиция испанской партии, в которой у черных очень широкий выбор. Но Михаил Таль сыграл d4. Слон g4 играет Лайош Портиш. Стоит отметить, что эта позиция встречалась еще в начале 20-го столетия в партиях Михаила Чегорина. Сильнейшие шахматисты последующих поколений, конечно, развили этот вариант испанской партии. Михаил Таль и Лайош Портиш, как и подобает сильнейшим гроссмейстерам своего времени, действуют в русле лучших возможностей каждой из сторон в этом варианте. Слон е3. Играет Михаил Таль. Размен на поле d4, конь a5 и слон отходит на c2. Конь становится на c4, нападая на другого слона и пешку. Защита c5, b3. Конь отходит на b6, конь bd2, конь fd7. Черные имеют в виду ход слон f6. Далее h3, слон h5, g4. Довольно рискованное выдвижение пешек от короля, но Михаил Таль надеется на динамику, которая возникает в позиции после этих ходов. Слон g6, конь f1, d5 и e5. После ладья c8 Таль захватывает контроль над пунктом f5, c4, конь g3 и ладья c6. Король g2, ладья e8 и ладья h1. Михаил Таль намечает движение пешки h и атаку на королевском фланге. Черные бьют по центру ходом f6, h4, размен на центральном поле и слон c5. Таль несколько меняет вектор атаки, ставит ладью в центр и после слон b4 поднимает ее на третью горизонталь. Создалась очень интересная динамичная позиция. Белые не оставляют надежд заатаковать черных на королевском фланге. В то же время портиш пытается создать контрыгру на противоположном участке доски и в центре. С этой целью он продвигает пешку на d4. Конечно, в этой позиции нужно брать ферзем, что и сделал Таль. Если забрать конем, то теряется важная пешка e5. Брать на c6 нельзя, так как конь связан, поэтому у черных здесь даже перевес. Поэтому Михаил Таль забрал на d4 ферзем. Черные напали слоном на ферзя. Тот отскочил, контратаковав ладью. В этом положении черные забрали на f5. Если сразу забрать ладью, то последует слон e6 с очень сильной угрозой поимки белого ферзя путем слон d5. Поэтому Михаил Таль забирает мощного белопольного слона черных взятия на e3. Конечно, в этой позиции можно было пожертвовать качество, забрав слона, но в ответ черные точным ходом ферзь a8 получали как минимум равные шансы. Например, на ладья d1 есть точный тактический удар, конь бьет e5. И у черных тут как минимум не хуже. Поэтому ферзь c6 сыграл Михаил Таль, взятие на c1. И в этой позиции объективно сильнейшим решением было простое взятие слона. Далее возможно конь e5, размен на этом поле, bc, bc, h5. И у белых сильная инициатива на королевском фланге. По-видимому, лучшим решением за черных в этом положении является переход в худший эншпиль без пешки. Ферзь d5, размен, ладья бьет c4. Конечно, играть такое окончание белыми одно удовольствие. Но вместо того, чтобы сыграть ладья бьет c1, Михаил Таль подлил масло в огонь своей атаки ходом e6, напав на коня. Создалась очень напряженная и сложная позиция, в которой Лайя Шпортиш должен был принять единственно верное решение. Сразу отметим, что ход слон b2 с нападением на ладью ничего не дает. Белые отвечают связкой и выигрывают. Но лучшим решением за черных здесь был точный ход ферзь f6. Связка пешки по шестой линии и контратака ладьи. На задуманное конь 3 d4, как пишет Михаил Таль, последовало бы слон b2. И после взятия ферзь берется с шаха. Это очень важный нюанс. Белые должны забирать и после взятия на d7 ладья d1 c3. Уже здесь белым нужно играть очень точно, чтобы не попасть в худшее положение. Пешка c очень опасна. Конь cd4, конь e5 и у черных тут определенная инициатива. Поэтому, видимо, после ферзи f6 пришлось бы просто забрать на c1. Черные в ответ уничтожали важную пешку e6. Ферзь b7, ладья e8. Еще один очень точный ход с тем, чтобы на взятие попытаться расшатать пешечное прикрытие короля белых ходом h5. У черных тут полноправная контр-игра. Но вместо того, чтобы сыграть ферзя f6, Лайош Портиш контратаковал ферзя соперника, поставив коня на начальную позицию. Венгерскому гроссмейстеру казалось, что этот конкретный ход решает все его проблемы. Но этим ходом Лайош Портиш только позволил Михаилу Талю начать атаку по седьмой линии. Ферзь b7 играет восьмой чемпион мира, угрожая матом в один ход. Защита и атака ладьи. Шах, король h8 и ладья d1. Мотив отвлечения. Если забрать белую ладью, то теряется черная и мат по восьмой линии. Поэтому нужно отходить именно на c8, сохраняя контроль над ладьей и контр-атакуя пешку e6. Но белая на шаг впереди. Михаил Таль играет конь g5. И в этой позиции создаются уже очень серьезные матовые угрозы. Два коня, ферзь, сильная проходная пешка и ладья. Это мощный атакующий отряд, который не оставляет шансов черным. Дело в том, что если пойти ладья f8, попытка прогнать ферзя с активной позиции, то он становится на h5. Угрожает мат на h7 и на h6 следует ферзь g6. Снова мат на h7 грозит после взятия шах и вот такой симпатичный мат вилкой на короля и ферзя. Поэтому венгерский гроссмейстер избрал другой ход. Слон f6. Кажется, что он укрепил свою позицию, но после еще одного удара со стороны Михаила Таля, конь h6, лаяш портишь, вынужден был сдаться. Как вы видите, здесь белые создали угрозу спертого мата, которая реализуется после слон бьет g5. Следует ферзь g8 и далее конь f7. Если в этой ситуации забрать на h6, то, конечно, мат на h7. Ну а самый красивый вариант этой комбинации раскрывается после хода ладья е7. Белые жертвуют ферзя и после взятия два белых коня объявляют очень красивый мат черному королю. Вот такая уникальная партия Михаила Таля, в которой он в своем лучшем стиле разгромил сильного венгерского гроссмейстера, использовав мотив спертого мата. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. В этом случае, как обычно, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за ваше внимание. До свидания.